Всем привет, это канал Коверойер, меня зовут Влад, и это платформа Завета Ильича. Рядом с платформой храм Святого Уцелителя Пантелеймона есть, большой современной постройки. Сейчас мы на него взглянем. Платформа оснащена турникетами. Сейчас приложим билетик. Вот храм. Я когда его первый раз увидел, думал он какой-то такой старинный, вроде стиль такой. Но нет, он уже в наше время построен. Еще какие-то работы проводятся, но по-моему так снаружи в целом. Он уже готов, так выглядит, по крайней мере. Сегодня престольный праздник Святого Уцелителя Пантелеймона. Тут вот украшен вход. По случаю праздника ярмарка у них тут проходит, вот объявления при входе. Рядом с храмом мемориал. Частный сектор. Улица называется проспект Ильича. И я иду к точке входа на дорогу в Лавру. На маркированный маршрут. Река Серебрянка. Прозрачная довольно. Хотя маленькая. Но все-таки на речку она здорово так похожа. Если сравнивать с многими другими. Действительно речка. На березе знакомая уже по предыдущим частям. Синие маркеры. И мы с вами на маршруте. Вдоль речки такая тропинка прямо. Когда-то это нам на асфальт был. Ну, в общем, твердая. На случай, если у меня совсем с навигацией будет плохо, у меня есть компас. Но я им, правда, толком не умею пользоваться. Вот, смотрите, мэпсми с подгруженным треком, да? Вот она так показывает. А, ну вот и локус вроде бы устаканился. Да, все-таки GPS-ом что-то. Маркеры на деревьях. Ну, и сейчас я GPS пашет. Наверное, все-таки от высоких деревьев он косячит в низинах. Поясню, где я нахожусь. Повернула сейчас направо. Сзади осталось СНТ Завилова. Справа микрорайон Завета Ильича. А слева скоро начнется СНТ Правда. Ну, вероятно, по имени Платформа Правда. Которая следующая после Платформы Завета Ильича. А дальше сейчас начнется пруд на реке Серебрянка. Вероятно, там где-то, наверное, плотина. И вот сюда все это сливается. Но все равно вода чистая. С этой стороны все выглядит не так, конечно, благополучно. Понятно, что тут скапливается все. Если не чистить, то... Ну, скорее все чистят. Я думаю, если бы не чистить, то еще хуже будет. Но вот пруд. А тут тут есть какая-то странная штука. Наверное, она сейчас стоит не там, где и надо стоять. Как обычно, уточки дружными рядами. Вместе с уже утятами подружки. На обеих берегах пруды вот такие вот есть. Мостики по мосту. Все время забываю, как это называется. Ну, думаю, что... Кто-то может написать в комментариях и подсказать мне, как же оно называется. И, к слову, если кто-то лайк еще не поставил, самое время. А не подписался аналогично. Самое время подписаться. Канал у меня маленький. И лайки для меня чрезвычайно важны для развития канала. Вам не сложно. А мне приятно, как принято говорить, в таких случаях. Можно уже начать думать о первом привале. У меня сегодня бутерброды. Ну, там какой-то пирожок еще с прошлого, походу, оставшийся. Там их два было в упаковке. Надо обработаться. Кстати, чуть-чуть я сегодня вообще расслабился. Обработка вчерашняя была влажная. Я думаю, на красочах там уже мало чего осталось. Надо обработаться гардексом. И от солнца, кстати, тоже не мешало бы. Хоть и тучи, но все равно. Уточка отдыхает. Вот тут очень много. И многие занимаются вот такими активностями. Я так слышал ночью. Рядом с речкой в темноте. Как они не так хлопают. Такое ощущение, что там купается кто-то размером с медведя. В полной тишине такие эффекты создает. А вот это дерево рядом с озером поедают какие-то жуки. Назрания которых я не знаю. Кстати говоря, у меня есть канал о природе. На главной странице этого канала там можно его найти. И там я иногда что-то на тему именно чисто природную. Всякие жучки, птички и природные явления выкладываю. Я бы не сказал, что я его особо развиваю, но тем не менее там видео есть. Можно посмотреть. Все, у кого есть желание. Много их. И надо мной они тоже, наверное. Пойду я дальше лучше. А еще у меня есть канал технический. Совсем небольшой. Он приостановлен. Но видео там есть. Несколько штучек. В частности, там есть обзор вот этих наушников, которые я постоянно с тобой таскаю. Вот тут какая-то непонятка. Трек, подгруженный в мапсме. Говорит, что идти надо не туда. А вот туда. Надпись «Дорога в Лауру» там на столбе. И вот эта стрелочка. Говорят об обратном. Слева это биатлонное стрельбище. И я не вижу здесь никакой тропинки. Так что вернусь я на трек. Все-таки. Да, странная загогулина. И здесь тоже есть этикеточка и маркер. Бывает. Главное, идем куда надо. А речка Серебрянка слева стала совсем маловодной. Мне кажется, она стала близкой к тому, что было до пруда. Просто берегая здесь, видимо, не так ухоженная, как там. Обработался я, от чего надо. И здесь же, я думаю, и привал сейчас устрою себя. Всем приятного аппетита. У меня сегодня бутербродики и термос в кофе. Сзади какой-то СНТ. По-моему, как раз правда. Скорее всего. Действительно, улица. Ну, в каком-то смысле, конечно. Улица дальше туда идет. А я сворачиваю вот сюда. Может, тоже улица. Там лошади пасутся. Где-то тут должен буду свернуть направо. На какую-то тоже улицу. Вдруг это тоже улица. Дальше супер борщевик. А здесь не супер борщевик. Хотя, может, маленький он еще более ядовитый. Почему-то у нас все время ридик вспоминается. Улица плевая, вот только сейчас началась. Слева питомник Равдинского сельхозтехникума Эдендропарка. Вот так внешний лес, как лес. И куда-то мы должны уйти по этому лесу с питомником. Не сюда ли? Там вдалеке какое-то бурное движение. А нам сюда. Маркер есть. Да, без маркера, конечно, сложновато было бы понять. Надо бы не забыть еще мусор выкинуть с привала. А еще оставшийся. Все с собой уношу. Не сорю. Что-то шумят какие-то машины. Какое-то очень бурное движение. Куда этому вышли-то? А вообще туда ли? Ну, какие-то оперативные просторы. Что там, борщевик, что ли, опять? Сейчас посмотрим. Ну, отсюда непонятно. Вышел я к Степаньковскому шоссе. И его сейчас надо будет пересечь. Где-то прямо вот тут. Ну, шоссе пересек. Где-то справа вход в лес должен быть. А то есть человек стоит, может, там где-то. Знакомая стрелочка. Теперь еще и в белой окантовке. Ну, да, тут немного нетривиально. Учитывая, что там еще и раз это расширяют, видимо, дорогу. Я думаю, это самое вкусное дерево в лесу. Настолько оно обглодано. Я пришел оттуда. И вот поворот налево. А на повороте вот такое. Древо желаний. Чего здесь только нет. Даже георгиевские ленты есть. Да, оригинально. Пояснений на картах не нашел. По-моему, это малина. То есть тут малинник. Задачи собирать малины у меня нет. Ну, что-то взлетело. Еще что-то взлетело. И не видно. Куропатки какие-нибудь. Это еще какая-то инсталляция. Паук деревянный. Да еще есть ленточка. Да. Определенно здесь что-то как-то интереснее. в этой части леса. Вот тропа. Интернета практически нет. Но GPS есть. И вот тут как раз в Мапсме. В Мапсме. вышла на арену. Потому что там офлайн-карты и трек в ней есть. И она все видит. А я буду привал делать. Номер два. И мне кажется, что подходящее место. может еще дальше сейчас поглубже зайду. Пофеек это тема. Согласно треку, что-то куда-то тут налево надо. но налево я что-то не вижу. Впереди какое-то жилище бушкрафтера. Не знаю, что это значит. Маркеры там рядом с этим как раз шалашом, в котором вроде не было никого. Но он совсем был не какой-то шалаш. Маркеры показывали налево. и один прямо. Ну, то есть здесь маршрут разветвляется. Вот эта черная часть маршрута она потом вернется. Как бы сделает петлю. что-то тут происходит с двух сторон как сигналка. Нет, не просека, это еще одна такая тропинка. Кстати, маркеры-то есть и тут тоже. Дороги. Обычно они распиливали, но имеется в виду те, кто маршрут как бы обслуживают, содержат в нормальном состоянии. Но я догадываюсь, чтобы машины не ездили. Ну, здесь можно пройти. Пусть там будет. О, птичка. Видели? Прямо с дороги. Просека там все-таки будет. Просека есть. Там страшные поезда. А маркеры лоют опять в лес. Надо еще пройти, получается. Русику я пересек. Маркировка на входе была. Да, без маркировки совсем было бы тяжко. И какие-то дома. Видимо, это СНТ. То, что на карте есть. Нитий пруд, обозначенный на карте, и мимо которого должна проходить моя траектория. Ну, вот здесь заканчивается дорога в Лавру, тропа. Она вот ее веточка, которую я, наверное, буду продолжать. Вот она в том направлении. Скоро будет улица Пушкина. А рядом с самой платформой ни за что не догадаетесь. Не железнодорожная. Совершенно фантастическое название. Улица туристов. Ура. Улица туристов платформу я еще не встречал. Да и вообще не припоминаю улицу туристов. Мост через чего-то без названия. Там есть мусорные баки. Сейчас наконец загружу свой мусор. Электричка где-то минут через наверное 10 может 7 Ярославский вокзал. Электричка кстати приехала немножко раньше обычно. Давайте на сегодня закругляться. Спасибо что смотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До встречи. Пока.